всем салют дамы и господа привет мальчики и девочки сегодня у нас рубрика лучшие ножи с алиэкспрессами но так я ее решил назвать и на столе у меня крафтовая коробочка как говорит один мой дальневосточный друг тоже кстати блогер от компании harns компания китайская широко известна в наших узких кругах любителей ножей и прежде всего своими двумя нашумевшими моделями это harns viper и harns talisman и именно с этих ножей я рекомендую начать знакомство с этой компанией если вы любите более универсальные более рабочие ножи а сегодня я вам покажу более интересную в плане дизайна но от этого ничуть не худшую модель которая называется сил это вот такой вот очень интересный по исполнению и очень небольшой ножич ножичек действительно очень небольшой 173 миллиметра у него общая длина 68 миллиметров длина клинка при этом он еще и очень не тяжелый всего 97 грамм самое то на уходящие к сожалению лето такой вес у ножа достигнут благодаря конструкции его рукоять обкладки сделаны из g10 это по их нему по нашему это стекло текста лид плюс обкладывают они не полноразмерные лайнеры лайнеры делал сделаны не во всю ширину обкладок они идут здесь где-то посередине из этой же g10 сделан бэкспейсер у ножа это вот эта вот штука которая разделяет две половинки рукояти мне очень нравится дизайн и вот такие бэкспейсеров особенно мне нравится когда спейсер сделан в один цвет а рукояти в другой например синий спейсер и оранжевый рукояти но здесь все сделано однотонно помимо общего дизайна ножа мне нравится еще дизайн отдельных элементов но в частности мне нравится стилизованный под букву и часевой винда и в общем то вся остальная фурнитура она сделана ну если не очень интересно то как минимум качестве обкладки из g10 имеют рисунок стилизованный под карбоном тактильно хорошо ощущается пальцами но тем не менее он не агрессивный и не будет сдирать скажем так с ваших пальцев эпидермис на рукояти имеется отверстие под темлячок отверстие довольно большое сюда спокойно залезет темляк из 550 паракорда и пронзает она не только обкладки из g10 и стальные лайнеры но и бэкспейсер и конечно же на ноже имеется клипса для ношения ножа на кармане куда же без нее клипса двусторонний и можно поставить как на одну сторону ножа так и на другую сторону с точки зрения дизайна мне такая клипса нравится она красивая она аккуратно она глубокой посадки нож практически не будет виден на кармане но с точки зрения исполнения не очень она мягковата конечно удобно засаживать нож на карман и извлекать его туда одной рукой но хотелось бы чтобы держался он там понадежнее поэтому придется эту клипсу снять и слегка подогнуть нож имеет возможность однорукого открывания и в этом ноже это одна рука открывания реализована с помощью вот такого для кого-то отверстия для кого-то откровенной дырение но это все дизайн и вкусовщина причем нож можно открывать с помощью этого отверстия вот так вот как большим пальцем руки так и эффектно щелчком указательного пальца края у отверстия очень хорошо обработаны с краю сняты все фаски это очень немаловажный факт отверстие не будет травмировать пальцы при открытии ножа ну если говорить в принципе об обработке то она у этого ножа на очень достойном уровне обратите внимание на то как обработана насечка на клинке на замке да и в общем обратите на сборку ножа она очень хороша как в общем то и как вы могли заметить механика это несмотря на то что нож выполнен не на оставших уже традиционными подшипника а на шайбах а и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное, за что, ребята, я бы поругал этот нож, и то не в плане исполнения, а в плане, в принципе, самой концепции задумки, это за размер рукояти. Вот буквально чуть-чуть не хватает какого-то там полсантиметра-сантиметра для стопроцентно комфортного использования. Даже моя небольшая ладонь не может вместить все пальцы в подпальцевую выемку рукояти, и мизинцу приходится существовать где-то вот здесь на навершии. А в силовых работах немножко ему будет больновато. Хотя какие силовые работы для такого размера ножа? Ну и, конечно же, какой нож без клинка? У этого ножа мало того, что клинок очень интересной формы, в общем-то, как и сам нож, как вы смогли заметить, он еще и достаточно широкий, из-за чего нож очень хорошо режет, особенно продукты, это вы увидите на тестах, но при этом и достаточно толстый, 3 миллиметра, из-за чего на некоторых продуктах он споткается, например, на картошке, которую он подкалывает. У ножа есть небольшая рекурва, это вот такой вот изгиб перед основной частью клинка, за счет чего нож очень хорошо режет с потягом, особенно для себя, и эта же рекурва доставляет попоболь тем, кто самостоятельно точит ножи. Это место достаточно тяжело проточить. Клинок ножа сделан из японской стали АУС-8, но не надо делать вау, тем, кто в первый раз слышит об этой стали. Это японский ширпотреб, точно такой же, как наша сталь 440С, только слегка улучшенный. Поэтому, если даже из этой стали сделать катану, она не разрубит напополам человека, так же, как и этот нож. Но к достоинствам этой стали надо отнести хорошую упругость, она хорошо держит узкие углы заточки, при всем при этом, она в принципе хорошо держит заточку, и при этом очень хорошо правится. Ну вот смотрите, нож после тестов, который вы сейчас увидите, он не правился, не точился, и при этом он все так же легко и непринужденно бреет волос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, настало время подытожить обзор, хотя что этожить, вы все видели сами. Нож замечательно справляется с продуктами, хотя, да, некоторые он спотыкается. Здесь злую шутку играет толщина клинка и длина клинка. Но особенно мне понравилось, как нож справляется со строганием дерева. Он очень агрессивно туда вгрызается, но тем не менее снимает довольно дозированную стружку. Снимает он ее очень легко, поэтому строгать этим ножом доставляет особенное удовольствие. В общем, ребята, несмотря на его вот такой вот оригинальный на любителя дизайн, на некоторые его особенности, главным образом на размеры, тем не менее считаю, что он замечательно справится со всеми повседневными задачами любого любителя ножей, как то вскрывание коробочек, затачивание карандашиков, палочек и состругивание себе бутербродов. Поэтому однозначно его закидываю в копилку лучших ножей с Алиэкспресса. Кладу на него ссылку в описании. Вам говорю, не прощайте, но до свидания. Оставайтесь на канале. Всем удачи, удачных покупок. Всем острых клинков, красивых ножей. Всем пока, до новых встреч.